Здравствуйте, уважаемые друзья! Я доктор Джордж Горбатов. Продолжаю чтение материалов из работы приват-доцента Императорской военно-медицинской академии С.Д. Владычко. Работа называется «Бред гипнотического влияния». Работа вышла из клиники душевных болезней военно-медицинской академии. Директор клиники, клиники-академик Владимир Михайлович Бектерев. Работа напечатана ли, издана в Санкт-Петербурге в 1912 году? Значит, эта часть, девятая часть, я зачитаю, продолжу чтение протоколов исследования. Значит, какие протоколы? Шестой протокол, седьмой протокол, восьмой протокол, девятый протокол, Десятый протокол, одиннадцатый протокол, двенадцатый протокол. Ну и дальше будет идти обсуждение результатов всех двенадцати протоколов. Пять из них я уже зачитал вам, даже, по-моему, больше. Вот. И закончу чтение я патологоанатомическими, значит, главой под названием «Патологоанатомическая анатомия». Это единственный случай описания патологоанатомического вскрытия больного паранойей или бредом влияния в истории. Ну, скажем так, Россия, а может быть и мира, прочтём дальше. Так. Ну и закончу выводами. Выводами. Всё. И на этом чтение этой работы будет завершено. Итак, я думаю, что сегодня я зачитаю протоколы ещё. В следующий раз результаты патологоанатомического вскрытия. И выводы. То есть, думаю, что удастся уложиться в два чтения. Итак, начинаю чтение. Начинаю чтение. Протокол номер шесть. От четвёртого ноября опыт произведен исследования между шестью часами до семи часов двадцати минут. То есть, час двадцать минут. Спала больная не особенно хорошо. С утра сегодня весь день была чем-то расстроена. Сторонилась от всех, желая скрыть своё душевное состояние. Хочу просто ещё раз добавить, что речь идёт о больной В. Ф. С. В. 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 Её экспериментальное исследование ассоциации я начал в прошлый раз, но сейчас завершу. Итак, 26, 26, скажем так, цифра или списка слов, 2005. То и другое подаётся к столу. Это ответ уже. Но соль гораздо важнее горчицы. Без соли, я не знаю, могли бы люди обходиться. А горчица для изощрённого вкуса употребляется. 44 секунды. 27, скажем, слово или слово ловушка. 70, 55. Не умеют что-то. Пули можно рассматривать как часть ружья. А в этом случае сравнение невозможно. 40,8 секунды. 28, 38, 91. Вес и забор между собой не схожи. 3 секунды. 29, 10, 60. Ощущения совершенно противоположны. 3,2 секунды. 30, слово ловушка. 19, 69. Тоже качество противоположного совершенно характера. 4 секунды. 31, 13, 11. Ничего общего не имеет между собой. 2,4 секунды. 32, 0,5, 39. То и другое экипажи. В разборку нечего входить. То будет детское определение. Говорят почему-то. Любишь кататься? Люби саночки возить. А любишь кататься? Люби тележку возить. Почему-то не говорят. 37 секунд. 33, 20, 49. Ненависть и страх. И то и другое чувство человеческое. Опять вы несравниваемое говорите. 16 секунд. 34, 16, 70. Идут сегодня чувства все нехорошие. Зависть и злоба. Это родные чувства. Или по крайней мере одно, как это. Зависть может рождать злобу. Во всяком случае, чувства родственные между собой. 37 секунд. 35, 23, 27. Серебро – металл. А дерево – растения. Я не знаю, в чем их можно сравнивать. 6 секунд. 36, 30, 43. Дело стоит за незнанием некоторых терминов. Атмосферические осадки. Дождь идет, когда тепло. Как дождь в известном количестве полезен для всякой растительности и больше всего, конечно, для хлебных растений, так и снег своевременно тоже необходим для полей. 59 секунд. 37, 04, 99. Приказание и просьба. Тоже. Это сестры родные, хотя не совсем. Просьба в мягкой форме. Просят об одолжении. Приказывают взявшие на себя обязательства. Нехорошо что-то. Хотя культурные люди. Приказание облекает форму просьбы. Одна минута. 37 секунд. Чтобы ответить на это. Так. 38, 14, 99. И то, и другое режет. Только разница во внешнем виде. Остриена жаромная, гладкая. У пилы зазубрена зубцами. То, и другое обыкновенно делается из стали. Нож обыкновенно принадлежность домашней утвари. А пила принадлежность плотников, столеров, дровосеков. Одна минута. 20 секунд. 39, 51, 22. Бревно и трость. Вещи совершенно однородные. Разница громадное в величине. Бревно – это ствол дерева, а трость – скорее кустарник. Хотя иногда может быть трость сделана из ветви деревьев. Одна минута. 3 секунды. 40, 26, 47. Сравнить можно только по противоположности. То, и другое здание – это сходство. По противоположности в больнице пребывают люди больные, а в трактире – здоровые. 21,6 секунды. 41, 14, 83. То, и другое – дни недели. Но в древнее время предложили читать. Время предложили чтить в субботу, как чтят теперь христиане в воскресенье. 18 секунд. 42, 35, 98. Два времени года, противоположные. По температуре воздух, а летом оно греет сильно, а зимой прячется от нас. То есть не так сильно нагревает землю. 58 секунд. 43, 26, 0, 6. Сравнение очень нравится мне. Насколько соловей поет хорошо, настолько петух неприятно кричит. Хотя существуют, говорят, которые предпочитают. Мало того, что предпочитают, но даже советую. Я хотела сказать такие поклонники внешнего, которые предпочитают петушиное пение соловью. Мало того, советуют предпочитать петуха соловью. Не могу сказать, что я умышленно пропустила сначала детское сравнение внешности и той другой птицы. 59 секунд. 44, 13, 40. То и другое закуски. Сыр приготовляется из молока, а колбаса приготовляется из мяса. Самая знаменитая колбаса, говорят, вестфальская. 39 секунд. 45, 13, 28. Молоток и лопата. Молотком заколачивает гвозди. Это обыкновенное его назначение. А лопаткой сгребает что-нибудь вроде хлеба, сора. 37 секунд. 46, 22, 25. Вещи несравнимые, хотя, может быть, кто-нибудь и нашел бы что-нибудь общее, какой-нибудь ученый, занимающийся метеорологией. 29 секунд. 47, 11, 59. Ничего общего нет. 2 секунды. 48, 15, 43. Это принадлежат к породе грызунов. И то, и другое животное. Крыса больше мыши. И думаешь, что вроде от нее гораздо больше. И вред от нее гораздо больше. 24,8 секунды. 49, 26, 02. Стекло и порох. Что-то ассоциируется. Эти два предмета у меня по истории. Но вот в каком смысле, это не могу сказать. Потому что доктор Спиртов произвел сильное впечатление и лишил возможности надавливать на мозги и выжимать то, что когда-то я учила, когда была маленькой. 1 минута 24 секунды. 50, 16, 91. Положительно никому, никакому сравнению эти два предмета не подлежат. 3 секунды. Время начала ответа среднее. 25 к 22, 11. Продолжительность 37,1 секунды. Седьмой опыт произведен 9 ноября между 12 часами 25 минутам и 1 часом 20 минутами. Ну, скорее всего, имеется в виду 13 часов. Спала хорошо. Днем много читала и чувствуя себя немного усталой. 51, 35, 79. То и другое водовместилище. Только в озере вода стоячая, а в реке вода движущаяся, текущая куда-нибудь. Или в другую реку, или в море. Как озера, так и реки, могут быть суд доходны. 1 минута 4 секунды. 52, 29, 93. То и другое мебель. Они находятся в спальне. Комод предназначен для белья, а умывальник служит для умывания. То и другое может быть сделано из дерева. Тот и другой могут быть на ножках. 56 секунд. 53, 50, 10. Шапку носят на голове, а сапоги на ногах. До некоторой степени можно назвать антидотами. Шапка одна, потому что голова одна. Конечно, есть несчастные, которые носят по одному сапогу, потому что нечего надеть. Шапки бывают обыкновенные из меха, а сапоги кожаные и редко меховые. 1 минута 37,8 секунды. 54, 53, 69. Не подлежит сравнению или подождите. Нет, подлежит. Во сне отсутствует ясное сознание. У сонного человека сознание прекращено, но и у глупого оно почти совсем отсутствует. 45 секунд. 45 секунд. Видите, тут, видимо, сравнилось, что такое сонность, что такое глупость. Нет, сознание. Ну, не знаю. Там надо смотреть. Я зачитывал вначале. Вот. Так. Интересно читать. Так. 55, 31, 64. Не знаю. Вообще вино возбуждает. Есть масса лекарств, возбуждающих. 24 секунды. 56, 31, 58. Сходство то, что как закон, так и обычай установлены людьми. Неисполнение закона ведет за собой кару. Наказание. Неисполнение обычая не всегда ведет к наказанию. 59 секунд. 57, 39, 21. И то, и другое огородные овощи. Родятся они по форме и по вкусу. Родятся. Редька горькая, а репа сладкая. Употребляются оба в пищу. Съедобные. То и другое растут в огороде. 1 минута 20 секунд. 58, 21, 89. То и другое вагоны железной дороги. В том смысле, что они движутся по рельсам. Конка движется с помощью лошадей, а трамвай с помощью электричества. Чем больше город, тем вернее встретить трамвай, а не конку. 1 минута 15 секунд. 59, 61, 94. То и другое светило. Только солнце светит собственным светом, а звезды отраженным. Солнце светит днем, звезды ночью. Солнце громадное, звезды маленькие. 31 секунда. 60, 18, 69. То и другое курятся. Только курятся сырые дрова, а папиросы всякие могут куриться. Дрова кладут в печь, а папиросы в рот. Как дрова, так и папиросы согревают людей до некоторой степени. Хотя дрова не поднимают настроение, нервы. А папиросы, как говорит Лев Николаевич Толстой, возбуждают и приносят вред человеку. 59 секунд. 61, 65, 0, 5. То и другое может быть сделано из дерева, железа. Чугунный мост бывает. То и другое соединяет что-нибудь. Мост соединяет два берега реки, озеро, оврага. А лестница обыкновенно соединяет две параллельные площади. 1 минута 25 секунд. 62, 43, 0, 6. Картина и статуи имеют много общего. Хотя жаль, что я не художница, не скульптор. Винтик завернулся, забыла, что сказать. То и другое изображение жизни или жизненных явлений, не знаю что. Только картина изображается на полотне бумаги, а статуя – рельефное изображение из гипса, мрамора. 1 минута 26 секунд. 63, 23, 35. На скамье, на коляске можно сидеть. 64, 25, 66. Не подлежит сравнению. И 4 секунды. 65, 0, 8, 36. То и другое одежда. Ну, шуба длиннее сюртука, теплее, шире. В сюртыке ходят в дом, в шубе выходят на улицу. Сюртук носят и летом, и зимой. Шубу только зимой. Шуба шьется из сукна, на меху, вате, подкладке. Сюртык из сукна и на подкладке. 1 минута 32 секунды. 66, 10, 699. Ничего не придумать. Обещание может иметь реальное последствие. И учение тоже. 60, 0,4 секунды. 65, 57, 82. Священники, солдат, люди. Это стоит всегда для меня на первом плане. Сходство между ними, кроме общечеловеческого, мало можно найти. Большей разницы. 60 секунд. 68, 36, 47. Это нельзя сравнивать. Музыка понятия не такое, как звонок. В смысле слышать музыку, слышать звонок. В этом смысле общее. 36 секунд. 69, 45, 38. Эти два понятия имеют общее между собой. Как нищета, так и обида переносится только людьми. 24,8 секунды. 70, 27, 65. Корень и лист части растения. Только корни обыкновенно бывают в земле, а листья снаружи. 22 секунды. 71, 0,5, 12. Газета и книга. Не умею сравнить те предметы, которые каждый день в глазах. Не умею. 34 секунды. 72, 66, 36. Что общего между ними вопрос? Они могут быть сделаны из одного материала. Например, золото. Крест. В общем смысле слова. Крест Христа. Крест Божьей Матери. Носят на шее. Кольцо носят на пальцы. Нет, я недовольна всем этим. Нужно было общее понятие. Отличительные их эмблемы. Кольцо – эмблема вечности, а крест – эмблема страдания или веры. Две минуты, 32 секунды. 73, 53, 71. Много ног у тех и у других. Паук. Что он? Насекомое. А лягушка, что такое? И то, и другое гадость. Паук ткет прекрасные паутины, которая назначена для очень некрасивой цели. Поэтому у нас люди, которые любят вытягивать соки, также называются пауками. Одна минута, 57 секунд. 74, 29, 47. И зеркало, и картина могут быть в рамках. Хотя вот в одном из стихов Бальмонта говорится о картине без рамы. Как картина отражает жизнь, или есть отражение жизни, так и зеркало отражает тоже предметы, которые подносят к нему. 51,4 секунды. 75, 42, 27. Тигр и кошка – однородные животные. Тигр – дикое животное, а кошка – домашнее. 21 секунда. Время начала ответа в среднее 25 к 40-45 сантиметрам. 0, 59, 1 секунда. Так. Восьмой опыт. Произведен 9 ноября между 6 часами 10 минутами и 7 часами 30 минутами вечера. 76, 04, 48. Сено и солома употребляются для заматния домашних животных. Сено растет самостоятельно на лугах. Солома – хлебное растение. 46 секунд. 77, 03, 95. Между школой и ложкой нет общего. Ложка – понятие конкретная школа, понятие отвлеченное. Хотя может и конкретное, если понимать здание, собрание учеников. Школа среднее может ли быть отвлеченное понятие? Я не могу понять. Ложка – инструмент, которым едят. Она из дерева, серебра. 1 минута 36,2 секунды. 78, 0,5, 40. То и другое растение. Ель – хвойное растение. Всю зиму остающееся зеленое. Растет на песчаной почве. Идет ель на дрова, на какие угодно постройки. Хотя не знаю хорошо. Ель привозят на Рождество в дом и устраивают праздник. Малина – кустарник, который приносит ягоды. Ягода вкусная. Употребляется иногда в медицине. 1 минута 6 секунд. 79, 11, 24. Предметы, не имеющие ничего между собой. Хотя нет, можно. Перчатки защищают наши руки от холода и вообще от вредных влияний. Например, согревают. Очки, например, консервы. Защищают глаза от света пыли. В этом сходство. Это, кажется, общее с перчатками. А очки оптические. Они прописываются с неправильным зрением. Прописываются врачами людям со слабым зрением или при какой-нибудь болезни глаз. Очки бывают вставлены в разнообразную оправу. Золотые, серебряные, черепаховые. Черепаховые – всего приятнее. 2 минуты 35 секунд. 80, 11, 02. Лисица и волк принадлежат к одному классу животных. Как и собака – домашнее животное. Волк крупнее лисицы и бывает обыкновенно серого цвета. Шерсть не особенно короткая и не особенно длинная. Лисица гораздо меньше волка. Как бы в половину. Морда лисицы остроконечная, шерсть длинная и хвост пушистый. Как волчи, так и лиси мех теплый и идет на зимнюю одежду. Волчи мех употребляется на мужскую одежду. Лиси – на дамскую. Благодаря кровожадности волков их истребляют. Истребители, кроме того, что продают шкуры в земствах, получают, кроме того, и деньги. Лиса, хотя и кровожадна, волк страшен для наших стад. Лисица тоже кровожадная, но в меньшей степени. Вред ничтожен. Лисица в России рыжего цвета, бывает и чернобурого цвета. Чернобуру и в Сибири, и мех ценится выше их. Четыре минуты сорок пять целых и две десятых секунды. Восемьдесят один. Радость, горе. Как назвать, не знаю. Ощущение человека. Радость испытывает малый, например, когда ему подарят игрушку. А горе, когда дадут под затыльник. А горе и радость взрослых, не знаю, в чем заключается. Для барышни, когда ее повезут на бал в театр. Кавалеры ухаживают. Радость. Это для барышни шестнадцати лет. А для молодого человека тоже, вероятно, не прочь. А не одеться хорошо, потанцевать и произвести впечатление на молодых девиц. А для старшего возраста тоже бывают свои радости и горе. Три минуты двадцать пять секунд. Восемьдесят два. Желудок и сердца. То и другое органы человеческого тела. Желудок – это печь в теле человека. Дрова, которые кладут в печь – это пища, которую мы кладем в желудок. Так, собственно, по физиологии. Я незнакома, что представляет желудок. А сердце тоже мало могу сказать. Знаю, что центр нашего кровообращения – это чуть ли не самый важный орган в нашем теле. И когда человек умирает, то прибегает к выражению. Сердце остановилось. Две минуты двадцать четыре секунды. Восемьдесят три. Пятьдесят две секунды. Когда человек голод испытывает, это значит, что он хочет есть, а свой голод насыщаясь, смотря по тому, какие средства он имеет. Крестьянин утоляет голод черным хлебом. Зимой, я думаю, больше все кормятся хлебом, капустой, которые приготовляли на зиму. А летом сеют обыкновенно овощи и утоляют голод семенами, огурцами, редькой и так дальше. Средний класс, впрочем, больше мяса употребляет в пище, чем крестьянин. И уже комбинирует продукты более разнообразно. Жажду все классы. И богатые, и бедные утоляют главным образом водой. Потом у нас в России делают хлебный квас. Во Франции, в Англии употребляют вино. Во Франции я сама пила вино. В Германии пьют пиво. Пять минут, двадцать секунд. Восемьдесят четыре, восемь секунд. Органы человеческого тела. Глазами мы видим, ушами слышим. Глаза находятся на передней части головы. Глаза защищены веками, на концах которых растут ресницы, которые тоже защищают глаза от света, от сильного света. Я слышала, что отсутствие ресниц вредно влияет на зрение. Две минуты тридцать семь секунд. Восемьдесят пятый, восемь секунд. Война предполагает массовое убийство, в которой участвуют две стороны. И в большинстве случаев одна из сторон, которая побеждает, несет меньше ущерба, чем та, которую побеждает. Война не считается у нас преступлением. Между тем, как слово убийство, убийство, заранее обдуманной и беззаранее обдуманной, иные убийства, случайные и другие, которые считаются преступлением. Убийство бывает из мести, бывает с целью грабежа. Две минуты тридцать восемь секунд. Восемьдесят шестое слово. Десять секунд. Лимон и апельсин, фрукты. Несколько родственные между собой. Апельсин круглый, имеет более, одним словом, круглее. Лимон продолговатый. Лимон и апельсин различаются еще и по внешнему виду, по цвету и по вкусу. Различают их по форме, то есть по внешнему виду, я уже сказала. Теперь различаются по цвету, по вкусу. Лимон очень кислый. Апельсин гораздо приятнее на вкус. Две минуты двадцать две секунды. Восемьдесят семь шесть секунд. Разница в букве К. Для меня лично разница в букве К. Если же взять, например, пьяницу, водка, несравнима с водой. Если ему поставить графин с водкой, то он на воду не обратит внимания. А водку захватит, и все лицо выразит восторг. Начнет выпивать. Хотя, собственно, я не знаю, входит ли вода в водку, как составная часть. Две минуты восемь целых две десятых секунды. Время начала ответа среднее десяти. Шесть и семь пропорций. Ноль семьсот тридцать два. Продолжительность девенадцать и две минуты. Двадцать шесть и семь секунд. Ну, вот такая вот ерунда. А тут, конечно, вот ответы интересные. Так, девятый опыт. Произведено одиннадцатого ноября. В период времени между шестью часами десятью минутами и семи часами вечера. Восемьдесят восемь. Семнадцать шестьдесят шесть. Совершенно две противоположные вещи. Награда в большинстве случаев приятная. Болезнь всегда неприятная. Я не знаю, когда бы было приятнее. Особенно психическая болезнь, которая для меня очень важна. Потому что на меня обратили внимание. Как на душем на больную. Сорок восемь секунд. Восемьдесят девять, двадцать один, восемьдесят. Извёздка. Вещество, которое соединяет. Извёздкой штукатурят стены. Извёздка имеет свойство, что в разведенном виде производит ожоги. Я знаю случай, когда ребёнок упал в разведенную каменщиком извозь. Обжёгся до того, что умер. Смолу гонят из дерева. Общее то, что они склеивают связы. Смола – высшая связь. Смоля – деревянную посуду. И смолы делают дёготь для смазки колёс. Может быть, смола имеет свойство дезинфицирующая. Так что, может быть, употребляется в медицине. Три минуты, одиннадцать целых и две десятых секунды. Девяносто тридцать два шестьдесят один. Платок и неделя – это, как говорит вилка, на панихиду похоже. Двенадцать секунд. С юмором. Девяносто один. Тринадцать шестьдесят девять. Корова и овца – домашние животные. Корова больше пользы приносит, чем овца. Корова питает молоком нас. От коровы получаем мясо. Потом корова даёт кожу, которая идёт на что-то. Рога даже употребляют. Я видела в деревне соски делают для детей. Если держать корову, то это благоденствие крестьянину. Овца даёт шерсть. Да, стало быть, корова кормит нас. А овца главным образом одевает. Хотя мясо также идёт в пищу из черсти, которые снимают несколько раз. В известное время года идёт на чулки и сукно. Выделывают материю. Две минуты двадцать девять секунд. Я вам скажу, что женщина образованная. Такие подробности знает. Тонкие, которые мы уже и не знаем. Так, девяносто два шестнадцать пятьдесят семь. То и другое есть результат замерзания воды. Или это вода охлажённая. Только снег мягкий, рыхлый, рассыпчатый, лёгкий. А лёд твёрдый. Снег спускается с облака. Лёд в большом количестве имеется на севере. На юге редко его встречают. А разве искусственно? Его можно добыть. Летом в погребах засыпает. Одна минута пятьдесят одна целая две десятых секунды. Девяносто три ноль восемь ноль семь. То и другое часть чайного сервиза. В чайник кладут чай. Это заваривают, вернее, в нём. А в сливочнике наливают сливки. Та и другая посуда имеют отчасти, похожие друг на друга. Сорок секунд. Девяносто четыре ноль девять семьдесят три. Песок и глина тоже, как я говорила об извести, служат соединительным элементом. Разница в них ещё большая. А похоже, есть ли что. Песок рассыпчатый, а глина, наоборот, вязкая, липкая. Я нахожу в них больше разницы, чем сходство. Одна минута пять целых две десятых секунды. Девяносто пять ноль шесть двадцать шесть. Церковь и театр имеют очень много общего. Как актёр в театре изображает других лиц, а не себя, так и священник. Священнослужители тоже изображают и себя, то есть не сами за себя говорят, а за других. Соответственно, как в театре надевают одежду другую, подходящую случаю. А в церкви нельзя назвать тоже. Там одну одежду надевают. Церкви всегда повторяют одно и то же. В театре больше разнообразия. Одна минута двадцать девять секунд. Девяносто шесть одиннадцать двадцать. Один металл, другой минерал. Не знает, что общего может быть между ними. Разве что твёрдость. Одиннадцать секунд. Девяносто семь ноль семь шестьдесят три. Орёл-царь-птица. Летает обыкновенно высоко над землёй. Редко спускается на землю. Вьёт гнёзда где-нибудь на скалах. Отличается обычно силой. Я не знаю, сравнивать его с вороной. Но знаю, случается орлам ниже кур спускаться. А курам никогда до облак не подняться. Я вообще не знаю никаких преимуществ у вороны. Это всё отрицательное. А плюса не признаю. Одна минута тридцать две целых и восемь десятых секунды. Девяносто восемь двадцать три пятьдесят семь. То и другое пища. Хлеба без хлеба не могли бы жить. Словом, без хлебных растений обойтись не можем. А без сахара можно обойтись. Хотя сахар большой имеет значение. Теперь стремятся все к тому, чтобы сахар был доступен для всех. Сахар приготовляют из свекловицы. В России сахар дорог. В Англии говорят, он ни по чём. Одна минута сорок девять целых и восемь десятых секунды. Девяносто девять двенадцать пятьдесят шесть. То и другое имеет одинаковую степень жидкости. И то и другое съедобно. В этом и сходство. Во всём другом сходство не нахожу. Мёд получается от пчёл. Он бывает сотовый. И ещё какой-то не сотовый. Мёд, как и сахар, полезен. Даже больше, чем сахар. Он, я знаю, способствует пищеварению. И может следовательно заменять лекарство. Вкус и запах зависят от того, где находятся пчёлы. Сметана получается из молока коров. Года два нет больше. Лет пять тому назад. Я знаю, что изобрели новые машины, которые упростили. Примитивный способ приготовления сметаны в отдельной кринке. Ставили в тёплое место и снимали. Явились сепараторы. И приготовление явилось проще. Четыре минуты пять секунд. Сто. Пятьдесят двадцать четыре. Что у рыбы бывают поплавки? Крылья не бывает ли у рыб? Вопрос. И у птиц бывают крылья. Рыбы живут в воде, птицы в воздухе. Рыба плавает, птица летает. На рыбе чешуя, птица покрыта перьями. Сорок семь секунд. Время начала ответа среднее. Двадцать три. К семнадцать восемьдесят один. Одна минута тридцать три секунды. Время начала ответа среднее. Сто. К двадцать один шестьдесят восемь. Средняя продолжительность. Сто к одному минуты. Тринадцать целых две десятых секунды. Десятый опыт. Двенадцатого сентября. Между двенадцатью часами пятнадцатью минутами. Двенадцатью часами пятидесятию минутами. Перечисление отдельных предметов. Первое. Ноль девять сорок семь. Диван. Кресло. Стол. Рояль. Стул. Скамья. Салфетка. Ковры. Картины. Зеркало. Лампы. Кровать. Умывальник. Шкаф. Комод. Тремо. Занавесы. Шторы. Плита. Горшки. Кастрюли. Второе. Двадцать один двадцать шесть. Лошадь. Собака. Корова. Кошка. Баран. Овца. Свиньи. Слоны. Тигры. Львы. Носороги. Гиена. Жирафа. Верблюд. Олень. Лось. Три. Шестнадцать тридцать девять. Вербена. Вибрида. Душистый горошек. Гвоздика. Розы. Нарциссы. Шиповник. Жасмин. Сирень. Бегония. Розамельки. Пальмы. Цикасы. Латания. Причардия. Хомеропс. Четыре. Секунды. Одиннадцать ноль два. Соловей. Верблюд. Кукушка. Синица. Щеголь. Индейка. Курица. Цесарка. Утка. Гусь. Лебедь. Ворона. Грач. Галка. Журавль. Я вам хочу сказать образованная женщина. Пятое. Шестнадцать пятьдесят. Магазины. Дома. Лавки. Трамвай. Экипажи. Лошади. Собаки. Люди. Столбы. Почтовые ящики. Товары. Шесть. Двадцать три пятьдесят. Цветы. Материя. Кровь. Платья. Чулки. Камни. Стекла. Бумага. Заря. Солнце. Семь. Шестнадцать одиннадцать. Утюг. Печь. Плита. Мех. Шуба. Варежки. Валенки. Пуховые платки. Полушубки. Одеяло. Восемь. Шестнадцать пятьдесят четыре. Адеколон. Духи. Смола. Деготь. Сосновая эссенция. Девять. Двадцать одиннадцать пять. Рояль. Орган. Колокол. Гитара. Мандолина. Скрипка. Телеги. Железная дорога. Конка. Трамвай. Барабан. Шпоры. Десять. Восемьдесят семь. Сорок шесть. Камин. Печка. Самовар. Все равно ничего приятного нет. Все скучно. Одиннадцать. Тридцать четыре. Сорок шесть. Неприятного ничего нет. Все безразлично. Двенадцать семьдесят шесть. Тридцать пять. Дома в стиле модерн. Красивые женщины и мужчины. Пейзажи. Ландшафты. Картины. Море. Цветы. Обстановка. Тринадцать. Сорок пять. Семьдесят два. Книги. Журналы. Газеты. Люди. Политика. Профессор. Даркщевич. Невропатолог. Четырнадцать. Тридцать два. Тридцать восемь. Шар. Колеса. Обруч. Миска. Решито. Кастрюля. Пятнадцать. Двадцать. Тридцать один. Медведь. Волк. Жестокость. Злоба. Ненависть. Сумасшествие. Время сочинения первого слова. Среднее. Пятнадцать. Двадцать. Девять. Семьдесят пять сантиметров. Общая скорость. Пять целых. Пять десятых секунды. Одиннадцатый. Опыт. Произведен. Четырнадцатого. Ноября. Время. Двенадцать часов двадцать минут. Двенадцать часов пятьдесят минут. Тридцать минут. Досказать начатую экспериментатором фразу. Один. Пятнадцать шестьдесят пять. Пожарные тушить должны. Второй. Тридцать три двадцать шесть. То другому кому-нибудь весело. Три. Двадцать семь тридцать два. То нечего будет есть. Это она заканчивает. Четыре. Ноль девять шестнадцать. На небе. Пять. Ноль девять двадцать шесть. Мимо окна. Шесть. Одиннадцать ноль семь. Но мы не видим, что говорит экспериментатор. Чего-нибудь, то попроси. Семь шестнадцать восемьдесят один. То нужно позвать врача. Ну, видимо, если кому-то плохо, или если у тебя болит, то нужно позвать врача. Ну, так, по смыслу. Восемь. Тринадцать сорок один. И выходят актеры. Ну, видимо, занавес поднимается, наверное, я предполагаю. И выходят актеры. Девять. Тринадцать шестьдесят один. Весело на душе. Десять тридцать два сорок. То голодает. Наверное, если не урожай, ну, я предполагаю, то голодает. Вот она так отвечает. То есть тут мы видим только ответы пациентки. Вопросы или начало предложения, начало предложения, которое говорит экспериментатор, мы не знаем, а есть продолжение. Так. Соединенная скорость восемнадцать девятнадцать. Составить одну фразу из данных слов. Сейчас посмотрим дальше. Одну фразу из данных слов. Первое. Пятнадцать девяносто. Солнце ходит вокруг земли. Ссылка. Спустя несколько секунд больная сказала, вот вы меня и словили. Какой абсурд, сказала. Солнце ходит вокруг земли. Так. Два. Тридцать восемь сорок пять. Рыбак ловит на воде рыбу. Три. Тридцать семь. Тридцать шесть. Человек лежит на песке и греется на солнце. Четыре. Тринадцать сорок два. Самовар стоит на столе. Пять. Двадцать два семьдесят три. Гипнотизер лечит больного гипнотизмом. Шесть. Тринадцать семьдесят пять. Человек танцует под музыку. Семь. Семнадцать одиннадцать. Священник служит в церкви обеднюю. Восемь. Пятнадцать одиннадцать. В тюрьме на преступниках слышно звяканье кандалов. Девять. Девятнадцать семьдесят семь. Девочка едет в коляске. Десять двадцать девять пятьдесят четыре. Пчела берет мед на цветках. Средняя скорость двадцать один тридцать один СМ. Не знаю, что это такое. Двенадцатый опыт. Произведен девятнадцатого ноября в шесть часов вечера. В.Ф.С.ВА. Та же пациентка, больная, предшествующая, четыре-пять дней испытывала боли в области коэкум. Коэкум или цекум, цекум. Сегодня чувствуешь себя хорошо. Предложено рассмотреть картину перед венцом и определить общее содержание. Шесть минут больная рассматривала и шесть минут сорок секунд рассказывала. Невеста выходит за человека, который ей не нравится. Она плачет сильно. Поза отца говорит за то, что он нетерпеливо выжидает, когда она закончит плакать и даст возможность благословить ее. Как обыкновенно в купеческих семьях о чувствах матери ничего нельзя заключить, так как обыкновенно они бывают забиты очень. Во всем повинуются воле мужа, та особу, которую можно принять за сваху, то во всей ее фигуре выражается удовлетворенность. Она чувствует, что дело не может расстроиться, и она получит, что следует ей получить в качестве свахи. А дальше пара. Брат невесты и его жена. Брат тоже с видом рассудительного человека смотрит на эту церемонию, а во взгляде жены чувствуется жалость к этой молодой девушке. Обстановка, в которой происходит церемония богатого купеческого дома, старик типичный, лицо и костюм жены тоже, как-то особенно она одета, паркетный пол, ковры, зеркало, икона в дорогой резнице, особенно какая-то лампадка горит. Второе. Не ждали. 4 минуты 30 секунд рассматривала и 11 минут 30 секунд рассказывала. Обстановка правильной методической жизни. Бабушка с тремя внучатами, которых она, вероятно, взяла к себе. Вероятно, застаем семью после обеденное время. Каждый занят своим делом. Бабушка наблюдает, чем занимается ее внучата. Старший играет на рояле, а младший мальчик пишет что-то такое на доске. Мальчик чем-нибудь, вероятно, тоже занят. Хотя не видно тут, чем именно, но эти мирные занятия нарушаются неожиданным приходом отца этих детей и сына старушки. Очевидно, этот отец и в то же время сын после смерти своей жены и матери этих детей пить что-ли начал и повел такую жизнь, которая лишила его средств и возможности самому воспитывать своих детей. Вот тогда-то бабушка взяла у него детей, а он, может быть, лет пять-шесть пропадал совсем без вести. На следующую минуту неожиданный приход его особенно неприятен бабушке, потому что он нарушит их мирную, тихую жизнь и, может быть, до некоторой степени лишит ее средств, которые она располагает употребить на воспитание детей. Опечатление, которое произвел на всех окружающих приход этого человека, такое. Бабушка совершенно растерялась и не знает, как встретить, какими словами пришедшего. Растерялась она, может быть, присутствием детей, перед которыми она, может быть, желала бы скрыть настоящее чувство к своему сыну. А у детей у всех чувство любопытства к обыкновенно вновь пришедшему человеку. Вероятно, они не знают его еще совершенно. Таким образом, ВФСВА на 1, 26, 28, 51, 65, 76, 81 и 82 данное слово говорило почти отдельными словами, на отдельными предложениями и длинными рассуждениями. На данное слово больная в огромном большинстве случаев смотрит, или как на вопрос, требующий охарактеризовать слово, или как на тему для рассуждения. Определяет слово больная больше общими примерами. 79, 79, обедать. Крестьянин со своей женой и детьми сидят за столом, обедают. Они явились в поле, там они кончили жнитье, там они кончили работу и теперь отдыхают. Едят обыкновенно похлебку с грибами, или дает существительное, главное свойство которого заключается в заданном слове. 87, колючий щипомник, розы. Иногда имеет тенденцию охарактеризовать слово воспроизведением заученного стихотворения. 92, пространство, хаос и бытность, довременную из бес ты к вечности возвал, а вечность, прежде век рожденную, в себе самом ты основал. Обычно к ассоциациям, как определяющим слово пациентка, прибавляет многое из личных воспоминаний. 41, вывод, выводи цыплят, маленькие, желтенькие, хорошенькие, но хиленькие, беречь их надо очень, кормить. Нынешним летом хотели, чтобы у меня была курица с цыплятами. Курицу мы купили, она неслась, яйца мы все время брали, она села у соседа под кольцом, ее украли. Чаще первое слово, возникшее по ассоциации на данное слово, служит темой для рассуждения со своей точки зрения. Предыдущий пример или 75-й молитва. Пост, молиться, молиться, я не знаю, что такое, а пост, вопрос, пост должен врачами приписываться, такой только пост, я понимаю. Пост в смысле воздержания, не только в идее, в физическом воздержании. В преобладающем же большинстве случаев само данное слово служит испытуемой темой для высказывания своих личных суждений. Прочтите, например, 89, 90, 91, 19, 36, 37 и другие. Случалось очень редко, что у больной возникала ассоциация, относящаяся к ее бредовой идее. Прочтите 70-й вопрос. Некоторые из данных слов вызывают особенно живые образы у пациентки и ведут к интенсивному оживлению прежних воспоминаний. В одном случае, во время ответа, она-то же заплакала. 89, сомнения, ужасная вещь, никогда не желала бы испытывать сомнения, желала бы, чтобы все было ясно, как солнечный день. Тогда только и можно бы жить. И так далее. Время реакции ассоциации в таких случаях чаще удлинялось. В двух случаях, в 14 и 57, больное удержало возникшие ассоциации, потому что сказать не могла. В частности, тенденция определить слово выражается в следующих формах. А. Повторение слова и подбор прилагательных. 8. 25. Нищета. Нищета духовная. В. Толкование. Определение данного слова возможно более общими предложениями. Описание предмета. Отличенные рассуждения. 7. 86. С. Данное слово проводит под более общее понятие. 5. 77. Береза. Лес. Природа. 10. Желудок. Орган человеческого тела. Д. Определяет место, время, средство, цель. Е. Называет главное свойство или действие предмета, понятие о котором давно в предложенном слове. 2. 51. Бабочка легкой. Ф. Называет предмет, главное свойство или действие которого указано в данном слове. 8. 87. Колючий. Чиповник роза. Г. 1. Примерами общими. 28, 79, 96 и другим. И Г. 2. Примерами субъективными. О. Эгоцентрический характер ассоциаций. Вот это идет, видите, трактовка. А. Прибавляет к ассоциациям массу личных воспоминаний. 33. Например, 97, 27, 50. Б. Просто рассматривает данное слово со своей личной точки зрения. 32. 89, 92, 69. С. Рассматривая со своей точки зрения, реагирует по влияниям своей бредовой идеи. В ответе сквозит бредовая идея. 4, 70, 100. Реакция удлинена вследствие интенсивности оживления прежних воспоминаний. 8, 69, 36. Феномен персеверацион наблюдается. Прочтите 89, 90. Как видно из приведенных экспериментально психологических исследователей первых двух больных, B, Z и C и S, особенного внимания заслуживает характер свободно возникающих у них ассоциаций. Он идентичен с таковым же у больных с первичным помешательством. Указанные больные с бредом гипнотического влияния, при исследовании у них свободно возникающих ассоциаций, чаще давали ответы в виде целых, иногда длинных предложений, представляющих по своему содержанию логическое сказуемое, для которого логическим подлежащим служит данное экспериментатором слова «райсворд». Ответы подобного рода образуют с данным словом суждение, как продукт логической операции, а не механической связи представлений. Это явление отмечено нами, а также и заводовским. У параноиков вообще при этом мы отмечали, что явление как у параноиков, не обнаруживших никаких признаков слабоумия, так и у тех из них, которые при объективном исследовании по методу Крепелина обнаружили признаки ослабления умственной работоспособности. Тоже идентичное явление мы отмечаем и у данных больных Б и С с бредом гипнотического влияния. Из них у Б можно было уже констатировать признаки ослабления умственной работоспособности. Что же касается анализа ассоциаций, подчиненных выбору и форме суждения, то у больных Б и С, то они идентичны таковым же у больных с первичным помешательством, как это нашел Заводовский в своих исследованиях параноиков вообще. И потому все сказанное ниже с Заводовским, а параноиков всецело относятся и к больным с бредом гипнотического влияния. У параноиков, говорит Заводовский, на основании своих исследований вообще правильно течение сочетаний по выбору и сохранена в суждениях внешне логически правильно. В частности, в опытах со сравнением понятием имеем возможность наблюдать некоторые особенности суждения параноиков. Для сравнения больные стремятся найти общие признаки и указать их различия или только делают последние. При этом обычно они редко ограничиваются одним более или менее существенным признаком. Чаще же наряду с ним приводят имения существенные и случайные. Мало того, пациенты не удовлетворяются рассматриванием только присущих предметов, предметам признаков, но сравнивают их и со стороны назначения и пользы от них. Словом, больные стараются глубже вникнуть и исчерпать тему, но руководящие они-то у них исчезают. Поэтому наряду с сравнением в их ответах найдем определение того или другого понятия, вообще стремление охарактеризовать его подробным описанием, общим рассуждением, личным замечанием и тому подобное, что вносит массу ненужных подробностей. Отсюда обычное содержание ответа далеко отклоняется от основной цели. Ответ продолжается иногда более пяти минут. Осуждение, проявленное в ответе, представляется часто без строгой системы. Выводы делаются то в начале, то в конце, то в середине рассуждений. Во многих случаях совсем не делается вывода. Например, больной для сравнения двух понятий часто свои суждения высказывает таким образом, что делает вычурные определения того и другого, а вывод представляет дело читателя. Понятие, данные в сравнениях, вызывает у испытуемых живые образы, что побуждает личное отношение к ним пациентов. Вообще, субъективизм и здесь очень заметно проявляется. Отвечая на заданный вопрос, больные высказывают свои мысли, хотя бы они никакого отношения к понятиям данным в вопросе не имели. Причем эти мысли в большинстве случаев представляются резко окрашенными бредом больного. Подобные мысли у некоторых больных проявляются и в ответах с ассоциациями по выбору. В тех случаях, когда предлагается сравнить понятия, отделенные друг от друга или вовсе несравнимые, испытуемые стараются отыскать какой-нибудь хотя бы самый отдаленный или случайный признак, не находя и таковых, они оставляют рассматривать вызванными данными словами конкретные образы и сравнивают их слова с синтаксическим отношением. Иногда при нелепых сравнениях им приходит на помощь творчество, которое, судя по опытам с картинками, у них хорошо развито. Больные находят символическое значение, которое и позволяет им объединить. Если же это не удается, то говорят, нельзя сравнить или не могу сравнить. Отвлеченные понятия лицам, необразованным, не всегда было сравнивать под силу, и они иногда заявляли, не могу объяснить, что такое, не могу сравнить. Свойства, наблюдаемые при опытах на свободное течение ассоциаций, что некоторые слова вызывают особенно живые образы у испытуемых и ведут к интенсивному оживлению прежних воспоминаний, замечаются и в опыта второй категории. В этих случаях внимание больных уклоняется в сторону, и свои сочетания тогда испытуемые не всегда направляют на предмет вопроса с целью его разрешить. В таких-то случаях мы встречаем рассуждения, не имеющие отношения к заданной теме, но имеющие отношения к бредовой идее больного. Ответы испытуемых настолько длинные, что затрудняют приводить их для примеров подкрепления высказанного по поводу анализа ассоциаций по выбору. Таким образом, наши собственные исследования, так и данные исследования Заводовского, приводят к тому заключению, что при паранойе сугестива, то есть паранойе внушения, имеет тот же характер свободно возникающих ассоциаций, ассоциаций на определенную тему творческих сочетаний в форме суждений и характер творческого воображения, что и при паранойе хроника типика. Ну, вот так вот. На этом я закончил чтение. Значит, нам остается еще прослушать, мне зачитать, а вам прослушать, патологическую анатомию. Вот, знаете, вот начало патологоанатомических исследований, случая паранойя сугестива и делириум сугестива в литературе до настоящего времени не имеется. Значит, видите, это такое эксклюзивное сообщение о патологической анатомии. Ну, вот. И потом, значит, я зачитаю те данные вскрытия, вот, и выводы. И на этом чтение будет завершено. Итак, я доктор Джордж Горбатов, на этом завершаю чтение. Сегодня вообще, поскольку уже поздно, уже, по сути дела, 31 июля 2022 года, местное время 0 часов 59 минут. В Киеве и Москве час 59. Вы уже все, наверное, спите, по крайней мере, и многие из вас. Поэтому я желаю вам хорошего, спокойного сна и приятных, радостных сновидений. Спасибо и до свидания.